Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахока. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф Срочно требуются сотрудники. Рабочий день с 5 утра до 12 ночи. Проживание, питание и оплата гарантируются. Работа на свежем воздухе в экологически чистом районе. На такое объявление фермера Резиды Елаловой из села Ашит откликаются единицы. Работники выдерживают не больше недели. Пастух кидает овечек, уезжает он куда-то или пропадает. Или кто-то из деревни его спаивает. Говорят, давайте вы не работаете на нее. Зачем вы бесплатно на нее работаете? Она вам деньги платит? Мы спрашивают еще. Ну, как они получают деньги? Они получают деньги и исчезают. Их не найти уже больше. Хозяйство Елаловых самое большое в Ашите. 50 коров и быков. И почти 400 овец. Часть из них племенные, кордючные. Такое хозяйство может прокормить целое село. У соседей только собака. В большинстве дворов сельчане скотину давно перевели. Молодежь уехала в город, а старикам работа по хозяйству стала в тягость. Соседи признают, Резида – человек трудолюбивый. Но сами бы они так не смогли. Ходит, ночные спят, днем не спят. Везде ходит. Корову кормит, баран кормит. Работящие, конечно, есть. Очень много сильного. Первое время мы тоже держали по две коровы, два быка, теленки были, свиньи держала по шесть штук. Сейчас уже не могу. На этом подворье, говорит мама Резиды, всегда держали много скотины. Жизнь заставляла. Скотину мы много держали. В хрущевские времена, потому что я после войны много видела голодные годы. Чтобы мои дети голодные не были, Хрущев очень туго делал нас. Скотину не стал держать. Два овечки, одну корову. Нитиллярно убрали с нивлян. Угнали района, забрали. Нельзя, не положено. И в это время задержали мы. Потому что кушать надо детям, кормить надо. Хозяйка подворья вспоминает, что раньше ездили шерсть овечью по селу собирали. Меняли на валенки, на одеяло. А сейчас никому шерсть не нужна. Кто вязать может, носки свяжут. А лишнее продавать некому. Молоко сдают, мясо продают сколько могут. На рынок самому производителю опять же не пробиться. Поэтому живых денег не хватает. А хозяйство требует вложений. Я говорю, мне на Беларусь деньги нужны. Как мне раздобыть эти деньги? Давайте, ну, в прошлом году я уже раз бизнес-план составляла. Но, видимо, они хотят давать. У них там, видимо, свои люди, как сказать, не секрет, свои люди. Мне хотелось, конечно, Бикову и Гельмулину. Они, конечно, чтобы жителей поддерживали тех, кто действительно работает. А не тех, кто на бумаге работает. В прошлом году Езида официально оформила фермерское хозяйство. В качестве поддержки получила по районной программе 300 тысяч рублей. На них купила пресс-подборщик для сена. Без него в большом хозяйстве никак. А вот весь остальной труд – ручной. Надеялась она и на дальнейшую поддержку властей. Но мечты не сбылись. Я все-таки поверила своему району, что они дальше больше будут меня поддерживать. Я не беру, я не прошу деньги, чтобы себе на шубу. И не прошу денег, чтобы они мне машину наладили. Зашла я к Бикову. Вот это было во вторник. Денис Хамисович, я говорю, дайте мне белорус. У меня в кабинете нет денег, говорит. Я этим не владею. У меня есть, говорит, очки и вот стул, говорит, со столом. В районе утверждают – сделали все, что могли. В период засухи, когда село осталось без воды, кстати, по вине самих же властей, скотина умирала от жажды. Оттащили туши на скотомогильник. Считай, поддержали. Субсидии на молоко и каждую голову крупного рогатого скота в несколько десятков тысяч, заметьте, не из местного, а федерального бюджета резида получила. Что мы сделали для нее конкретно? Во-первых, создали крестьянские фермерские хозяйства. Государствам, которые выделяются по линии Российской Федерации, Республике Вашкорстан, субсидии. Вот эти все субсидии она получает сегодня. Есть муниципальная помощь, оказывается. Ей тоже выделили 300 тысяч рублей для открытия своего производства. Вот таким образом она формулируется. Насколько мне известно, она приобрела на эти деньги пресс для заготовки грубых кормов. Да, сейчас, как говорится, прессом к ним нужен трактор, к ним нужен косилка, грабли, порошилки. Мы в курсе всех ее проблем. Формально чиновники от сельского хозяйства сделали, что могли. Но работают они скорее как почтовики. Пересылают деньги из федерального бюджета до назначения. А когда человек, выдержав самый трудный первый год и чуть приподнявшись с колен, просит помощи на дальнейшее развитие, разводят руками. Точнее, их умывают. Даже не знаю. Это уж... У нее то, что есть, вот у нее скот есть. Она может пока для первоначального взноса, мне кажется, вот можно реализацию скота и первоначальный взнос как-то накопить. Это вот линия более удобный вариант. Если она кредит не хочет взять уже. Ну, то есть спустить под нож и получается. Ну, так получается. Больше выхода нету, потому что... Денег на покупку трактора и доильного аппарата необходимых при таком хозяйстве нет. Лизинг, резидент по карману. Ей единовременно нужно будет оплатить около миллиона рублей. А кредит, случись еще одна засуха, пустит ее померу, а скотину под нож. Что, в общем, ей предлагают сделать, не дожидаясь. Я хочу, чтобы у меня работали люди, приходили на работу с удовольствием. Хочу большую ферму построить, но это все в мечтах. Но мои желания, конечно, тяжело не сбывают. Резидент, несмотря на высшее торговое образование, выбрал жизнь простого сельского фермера. В сутки несколько часов сна. Остальные 20 часов – любимая работа. Не в офисе, а на холоде и жаре. В борьбе с нефтяными качалками, где гибнут овцы, она, как Дон Кихот, сражается со всей фанатичностью за свое крестьянское хозяйство. И мечтает, что не войдет в ВТО пешком, а въедет на новеньком тракторе. Лилия Грифульна, Азад Давлетшин, Время новостей.